МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире День города, в студии Максим Васильев. Здравствуйте! Я и мои коллеги готовы рассказать о самом интересном к этому часу. Сегодня в выпуске. Мост в перспективе. На улице Ленина продолжают масштабный ремонт. Алименщика в розыск. Судебные приставы объявляют охоту на недобросовестных родителей. Игра в солдатики. Реконструкторы-мобилисты мирятся танками. Астраханский мост сейчас на устах всех рязанцев. Здесь и большой объем работы, и его важность для города. За изменениями все наблюдают практически онлайн. Ответ на вопрос, когда, в нашем следующем материале. Сейчас назвать работы на мосту строительством нельзя. Здесь как раз завершается демонтаж. Уже разобрано полотно и само искусственное сооружение. Дальше подготовка к забивке свайного поля. И, наконец, сборка конструкций будущего моста. На работы погодные условия в любом случае могут повлиять. Но подрядчикам делается все возможное. И нами в том числе. Чтобы стараться успеть к Новому году пустить движение по мосту. Пусть это будет не завершенный асфальт. Но организовать движение проезд мы постараемся. Автомобили проедут не по временному сооружению. Это уже будет основной ствол. Иван Григоров добавил, что с его постройкой уже станет видимым скелет будущего сооружения. Стоит отметить, что все работы ведутся под четким присмотром и контролем археологов. А вопрос сохранения исторического облика обсуждался и заранее прорабатывался. Он будет учтен при строительстве. Здесь мы впервые применим конструкцию арочную из гофрированного металла. То есть та конструкция самих арочных сводов, она будет инновационно новой. То есть она обеспечит высокую несущую конструкцию и позволит сохранить исторические особенности сооружения. Дальше будут выполнены работы по отделке клинкерной плиткой с учетом всех работ, ранее выполненных с исторической части. На Астраханском мосту применят довольно интересное решение для людей с ограниченными возможностями. Специально для них на пешеходной части моста будет работать специальный подъемник. Работы на объекте подрядчик обещает завершить в июле 2021 года. Но это не единственный мост в Рязани, где ведутся работы в этом году. Отреставрирована будет часть улицы Коширина. В 2019 году здесь проводились мероприятия по ликвидации аварийных ситуаций. Теперь же за работы возьмутся основательно. Начнут уже в этом году. Сейчас выбирают подрядчика. Конкурс уже объявлен. Движение по данному мосту перекрываться полностью не будет в связи с тем, что мост состоит из двух частей, правой и левой. То есть будет сужение движения, ограничение по двум полосам. То есть когда будет ремонтироваться одна половина, движение будет осуществляться по другой. При реконструкции моста будет применено много современных технических решений, которые, может, глазу обычного человека и незаметны, но хорошо скажутся на самой конструкции. Деформационные швы, которые будут использоваться, гидротехнические работы и так далее. Также в проекте предусмотрен целый комплекс природоохранных мероприятий по защите реки Трубеж, протекающей здесь же. Однако для укрепления коммуникации часть деревьев придется опилить. Комплекс работ предстоит огромный. А уже в октябре 2021 года рязанцы смогут проехать по новому мосту. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Служба судебных приставов продолжает комплексную работу по взысканию алиментов. Одного из таких нерадивых родителей официально объявили в розыск. Его имя знает Валерий Седов. Житель Рязанской области объявлен в розыск. Причина – невыплата алиментов. Всего он задолжал больше полумиллиона. В 2006 году у 40-летнего Андрея Разумова родилась девочка. Однако отец алименты выплачивать не стал. Теперь его суммарный долг составляет 630 тысяч рублей. В отделении судебных приставов по Сасовскому и Петелинскому районам возбуждено исполнительное производство. Должник, зная о своей обязанности выплачивать алименты, не исполняет решение суда и уклоняется от уплаты средств на содержание ребенка. В связи с тем, что по месту регистрации, а именно в поселке Выше Шацкого района, мужчина не проживает, по последнему известному месту жительства не установлен, на связь с судебными приставами не выходит, по инициативе судебного пристава-исполнителя объявлен в розыск. Управление Федеральной службы судебных приставов региона обратилось за помощью к гражданам. Если кто-то обладает информацией о местонахождении мужчины, пусть сообщит дежурную часть ведомства по телефону 29-45-00. Стоит отметить, что в соответствии с федеральным законом 27 июля 2006 года под номером 152 о персональных данных судебные приставы-исполнители в рамках исполнительных производств по принудительному исполнению судебных актов вправе осуществлять обработку, в том числе распространять биометрические персональные данные без согласия должника. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Мы продолжаем предостерегать вас от посещения массовых мероприятий и мест с большим скоплением людей. В Рязанской области возвращаются ограничения. Суточная цифра заболевших переваливает за сотню. Сегодня она остановилась на отметке 109. Пока совсем жестких мер удается избежать. Тем более, что вышел официальный приказ Минздрава России, который определяет новый порядок лечения коронавируса на дому. Пациенты с COVID-19 могут лечиться амбулаторно, в том случае, если у них есть отдельная комната. Также они должны взять обязательство соблюдать все предписания врача. В больницу же отправляют живущих в общежитиях и коммуналках, а также в квартирах с пожилыми и больными хроническими болезнями. Средства защиты по-прежнему необходимы. С начала ноября рязанские рестораны и кафе смогут работать по ночам, но без присутствия посетителей в залах. В регионе уже объявлены досрочные и удлиненные каникулы для школьников, но радоваться преждевременно. В торгово-развлекательные центры им все равно входить запрещено. Без сопровождения взрослых. Все школы области закрыты до 15 ноября. Маски пригодятся и любителям военных моделей. В помещении панорамы герою Брестской крепости открылась необычная выставка. Юные реконструкторы-моделисты представили работы по теме Первой и Второй мировых войн. Конкурс межрегиональный. Удивить рязанцев своими работами решили ребята из Тулы, Нижнего Новгорода, Луховиц. Посмотрите, как внимательно отнеслись ребята к своей работе. Мимика, движение, мелкие детали, такие как подсумок, в итоге это уже не просто солдатики. Целый эпизод боя Великой Отечественной. Для ценителей военной атрибутики участники выставки постарались. Все виды танков мировых войн, фрегаты и даже небольшие диорамы. Эти работы юных моделистов пусть и не претендуют на звание «Музейный экспонат», но сделаны с не меньшей аккуратностью и любовью к деталям. Я всегда ребятам предлагаю взять фотографии, все-таки их достаточно много, и по Второй мировой войне, и по современным войнам, и попытаться воспроизвести ее один в один. Все мы знаем знаменитую фотографию призыва к бою, или, например, наши плакаты, та же самая «Родина-мать» зовет. Есть, кстати, моделька «Замечательная лавянная Родина-мать», и несколько раз мы воспроизводили то, как она выглядела именно на плакате, чтобы можно было увидеть, как это говорится, из 2D в 3D элемент. Детям это еще более интересно, почему ты стараешься подобрать все, как было в реальности. Выставка военных солдатиков и моделей сразу окунает в события Первой и Второй мировых войн. Помимо исторического интереса есть еще и спортивный. Масштабы фигурок и образцов бронетехники самые разные, работы распределены по номинациям и соревнуются друг с другом. Критериев несколько. Первое – это смотрится самое начальное, скажем так. Это аккуратность сборки, чтобы все было ровно, аккуратно, ни криво, ни косо, без швов. Второе – это аккуратность покраски. Затем идет, есть такое понятие, как тонировка и везеринг. Это когда дополняется на модели элементы эксплуатации пыль, грязь, потеки масла. Аутентичность или соответствие историческим реалиям – последний критерий отбора. Но применяет его конкурсное жюри обычно уже в суперфинале, куда, по нашему мнению, должны попадать танки Первой мировой от нижегородцев. Впрочем, окончательные итоги конкурса подведут 26 ноября. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Приятная новость из Италии. В Милане подвели итоги Международного фестиваля спортивного кино. Фильм Алексея Кочеткова, нашего коллеги с телекомпанией «ТКР. Последний старт» Клары Гусевой получил специальный приз в номинации «Документальное кино». Работа посвящена жизни и трагической гибели первой советско-олимпийской чемпионки по конькобежному спорту Клары Гусевой. Мы присоединяемся к поздравлениям. Энергично и ровно бежит Лара Гусева. Ращивает скорость напрямой. Черта финиша пронеслась уже под коньками Гусевой, когда секундомеры показывали 1 минута, 34 и 1 десятая секунды. Да, время такое, что стоит поаплодировать, а поздравлять пока еще воздержимся. Рано. До последней пары нервничала. Кто-нибудь покажет, а лучше результаты не покажет. Тренежи информовали заводника на чьей день. Все остальные соперники пытались ее победить. Это, конечно, некомфортная ситуация. Но ее результат был настолько велик, что никто из участников не смог его превзойти. Всем известная маленькая птица с синими крылышками и желтой грудкой. В народе нежно называемая «синичка» оказывается в календаре и имеет свой собственный праздник. И отмечает его именно сегодня, 12 ноября, по инициативе Союза охраны птиц России. Синица – птица, которую в городе можно увидеть скорее зимой. Ведь с наступлением холодов эта птица приближается к жилищам людей в надежде найти пропитание. У людей в этой связи давным-давно появилась добрая традиция делать кормушки. Их изготавливают и развешивают на деревьях. В них кладут лакомства – сало, орехи, зерно. Вот такая добрая дружба синичек и людей. С этим днем у наших предков связаны разнообразные приметы. Если синица начала свистеть, то день будет пригожим. А если она запищала, то ночью грянет мороз. Если к кормушкам подлетает много синиц, жди метелей и сильного снегопада. Если стаи синиц подлетают к дому, пора утепляться. Если положить в кормушку хлебные крошки и на них слетится много птиц, то в доме ждали достаток. Погодные приметы тоже бытовали в народе. К примеру, если ветер длительное время дул в одном направлении, потом изменил его на обратное – к сырой погоде. Снег выпал мелкой порошей. Скоро наступят сильные морозы. Домашние птицы прячут голову под крыло к холодам. По небу быстро движутся черные тучи или оно покрывается светло-серыми облаками к продолжительной непогоде. А также наши предки замечали, что если в этот день волки ходили стаями, то быть войне или мору. К счастью, такую недобрую примету современному человеку вряд ли возможно заметить. Также в этот день традиционно люди открывали сезон рыбалки и охоты. И, согласно поверью, если в этот день охотник добывал хотя бы одного зверька, то зимняя охота в течение всего года у него будет удачной. На этом у нас все. Следите за новостями на нашем официальном сайте www.gorod62.tv. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok